Около 40 сильных и крепких юношей представителей молодежных отрядов охраны правопорядка города Надбугом и области в четвертый раз собрались вместе, чтобы познакомиться, обменяться опытом, пообщаться в неформальной обстановке, а также проявить себя в атлетических состязаниях. Спорт, пусть даже и любительский, делает сильнее и здоровее, а в их деятельности без этого никак. Ребятам всем интересно, особенно здесь собралась элита наших молодежных отрядов охраны правопорядка. На самом деле, большое подспорье, конечно, помогает общественная организация БРСМ в развитии этого движения. То есть, вот мы, таким, сказать, коллективом всех заинтересованных развиваем это движение и прививаем у ребят любовь к спорту и к правоохранительному движению. Участники мероприятия в теории ознакомились с правовыми основами несения службы, обсудили различные вопросы взаимодействия с правоохранительными органами в рамках профилактики и пресечения противоправных действий. Ребята уверены, такие встречи – хорошее подспорье для сплочения участников отрядов, для получения новых как теоретических, так и практических знаний. Как-то помогали правоохранительным органам поддерживать закон, потому что не всегда сотрудники милиции могут успеть и приехать на какой-то вызов. Например, какие-то происшествия, какие-то драки, кого-то грабят на улице, чтобы они могли помочь человеку. Для всех участников встречи была организована выставка оружия и специальных средств вооруженных отрядов милиции особого назначения, после чего маоповцы отправились на самое, по их мнению, запоминающееся и полезное практическое занятие, которое проходило на Грибном канале. Для ребят была организована обзорная экскурсия по всей зоне действия спасательной станции. В ходе нее участники слета побывали в водолазной комнате, медицинской части и на вышке водно-спасательной станции. В Беларуси много мест для отдыха у воды, множество людей у нас отдыхают у воды, везде спасателей не поставишь. Есть такие банальные ситуации, когда простой прохожий мог оказать бы и человек остался бы жить. Просто банальные вещи, когда человека просто немного извлечь из воды и чуть-чуть что-то медицинское первичное сделать до приезда скорой помощи, и человек останется жить. Свои возможности и умения продемонстрировали сотрудники водолазной службы Брестского областного управления МЧС, спасая тонущего человека. После чего ребята учились оказывать первую помощь утопающему, а также еще раз возобновили в памяти главное правило поведения на воде в летний и зимний период. Это сейчас особо актуально. Практика многих лет показывает, что в системе МЧС Республики Беларусь, в том числе и Брестской области, а с воду, постоянно приходится сталкиваться с проблемой. Проблемой тонкого льда. Понятно, что скоро у нас зима календарная, поэтому как только начнутся морозы, вот на этом объекте, как и на многих других водных объектах, начнет образовываться лед. И наши рыбаки в большом количестве, которые любители зимней рыбалки, выходят на этот лед. И начинают происходить различные случаи, связанные с провалом под лед, уходом под лед. Поэтому привлечь к данной проблеме как можно больше общественности. Волонтерские объединения активистов – основные задачи, которые на протяжении нескольких лет ставят перед собой организаторы слета. За четыре года организации подобных мероприятий «Багаж знаний» у МАОПовцев только увеличился, а выросло и количество добровольцев, желающих пополнить ряды молодежных отрядов охраны правопорядка.